Мы постоянно в молитве упоминаем имя Господа Иегова. То есть мы как бы действительно, вы на это указали, это удивительно. Почему раньше люди этого не замечали, на это глаза вы открыли. Ну, да. Иегова сущий. Да. А протерей Геннадий Фаст, он говорит, что оказывается, что каждый христианин, который призывает имя Иисуса Христа, постоянно этим самым призывает Иегову, ибо говорит, а Иисус означает Иего Шуа, то есть Иегова спасает. И может быть он себе не отдает отчета, но именно имя Иегова... Никак, никак, совершенно разное. Даже близко не подходит. Вот так можно сложить что угодно, по-японски, по-китайски. Зачем? В Библии говорится об этом. Макарий Архимандрит, глухарь, переводил. Больше семи тысяч раз в Библии слово Иегова. А почему? Оно пишется безглазно. Лучшие переводчики мира. Четыре духовные академии. Нам зачем что-то и слушать не надо даже. А вот такой Иисус. Даже в Библии, вот этой синодальной, восемь раз упоминается. Даже одного раза нет богослужения. Так оправдывать можно что угодно. Чего боитесь от имени-то? Когда Моисея спросили, что он ответил Иисус, да оно близко даже не постоит. Иисус и Иегова, оно там, на таком-то, пять слов выучат и начинает командовать. Никак. Именно Иегова. Четыре духовные академии. Принимали, проверяли заново все, что переведенное, двое канонизированные. Филарет, Дроздов, Глухарь, вот так, Макарий. Никак. Так говорит человек, пусть он так и делает. Почему не включить в богослужение хотя бы раз, несколько? Ни разу. Нигде. Все нормально? И Библия тогда неправильная. Тогда убрать оттуда слова эти. Есть Яхвы, Ягвы, но они приняли это. И надо согласиться, не козырять грамотой своей. Это у меня, я увидел, священник один тут в магазине, церковная как бы лавка, но она не церковная, а один торгует верующий, и отдел у него есть. Ну, он там все набрал, а я в это время оказался там, я говорю, что же вы на славянском языке-то, люди так как в пешке стоят. Примерно 85% мимо идет, люди ничего не знают. А мы знаем, я говорю, а как вы знаете, мы с женой разговариваем. Как? По-серковному славянски, да. Вы все можете говорить? Ну, да. Я говорю, давайте, я могу сказать предложение, говорите. Я набрал много товару в этом магазине Армандо. Он остановился. Дальше. Я стал спускаться по бетонной лесенке. И у меня шнурок развязался. Он второе предложение не может перевести. Я упал. И носом ударился в бетонный пол. И у меня сопли смешались с кровью. Упрямый поповский нос был сломан. Переводи. Ни одного не может. Ну и чего? Вот когда уехали в Германию некоторые приезжать, я встречаюсь с ними. Немцы. Природные немцы. Но они-то родились в России. Ну как, мы все знаем. Я говорю, любое предложение, вы мне приведите. Ястреб поймал суслика. Но и коршун отобрал его. А как ястреб? Гайер. А коршун как? Я говорю, габихт. Ну как я живу? Вы язык-то не знаете. Я когда самостоятельно изучал, и когда в увольнительное иду, а впереди женщины, я представляю, вот эта француженка, вот эта немка. И они-то... Я иду солдат, он хорошо слышал. Я все время перевожу и перевожу по-немецки по этой... А это разговор только один. Язык выучить, а как вы знали? Это мелочь. Мелочь. Я понимаю, какие глубины языка. Ко мне обращались офицеры, которые учились в академии. Я делал переводы с разных языков. Но это все мелочь. И знать язык хорошо. Это огромный труд. Надо ты должен каждый день хотя бы полчаса считать на том языке. Вот ответ. Иегова. Они боятся этого имени. Их презрели. И дальше читай. Народ спросит, как отмечать Иисус. Доктор-переводчики поставили Иисус. Бог и Иегова. Яхва. Яхва. Вот такой ответ. Спаси Христос, Игнат Тихонович. Благодарю. Давайте еще. Давайте, братья. Вопросы, пожалуйста. Не забывайте. Слово Иегова в оригинале 7 тысяч с лишним раз в Библии. Его заменили словом Господь. Ну давайте, говорите. У кого вопросы? Что-то дозвонит. А вот у меня в догонку тогда вопрос. А что значит досветиться имя Твое? Вот в молитву. Делами нашими мы светим Его. Не светим, а я. Я. Святость. Нашей святостью мы показываем. Было перерождение. Что Дух Святой сошел. Он вселился в нас. Очистил нас. И всякий, кто нас видит и говорит. Живые святые, избранные Божие. Да святится имя Твое в нас. Через нас. Через детей Его. А если директор. У него сын хулиган. Он ему отец говорит. Ну что ты делаешь-то? И любой скажет. Сын директора школы. И такой похабник. Материшься открыто при учительнице. Понятно, ему еще сыннее. А если я с шахтера там заругался сын. Ну, еще спрашивать. Так и здесь. Мы дети Отца Небесного. И поэтому. Будьте святы, как я свят, говорит Господь Бог. Да святится имя Твое. Что мы христиане. Почему так поступил? Я христианин. Я насчитывал жития святых. 1173 биографии. 12-го Дмитрия Ростовского. И еще 2-й, 3-й том. Настольные книги священнослужителей. Новые святые. 147. Вот тут приходилось уже напрягаться. Слово Божие. В каких местах? Как? Какие промахи делали святые? А то ухватились за мощи. Вот с мертвецами возятся. Оставьте мертвецам. Хоронить мертвецов? Хоронить, но не раскапывать. Какие бы доводы ни делали, но написано прах, ты в прах возвратишься. Почему эти обманщики, семинарии, академии окончили, они обманывают на каждом шагу? А вот такой, это дикари, трупопоклонники. А как? Это труп? Да как труп, это мощи? Труп. Ой-ой-ой, как вы Бога не боитесь? Я говорю, где труп соберутся орлы? Трупом назван Христос. А теперь сойдут два святых, и убьет их антихрист, и трупы их бросят на улицах, на стогнах Иерусалима. Трупы. Иноха Илья. Сразу глаза в разбежку. Трупы. Человек-труп. Труп. Трупы поклонники. Мощи все нужно изъять, отовсюду, где они есть, и с самыми великими почестями, с патриархом похоронить в самом святом месте. Все. Сколько святых есть, которые прятались перед смертью. И никто не может найти, ни Феодосия, не знают, нигде. Ну, не знают. Они ушли, закрылись где-то, видно, в пещере, там умерли. 1 сентября отмечается Симеон Столпник. И он был, его сильно любил патриарх. И у мертвых взял несколько волосинок с бороды, не тело, волосинки. И у патриарха рука отсохла сразу. И вот другой рукой там взял волосинки на место поставил, и рука сразу возвратилась. Почему над народом все это скрывают? Обманщики. Я один, повторяю это, пока в те не будут. Пираты захватили корабль. Обман на каждом шагу. Досветится имя твое. Оставьте мертвецам хоронить. Не раскапывать. Тем более, при прикосновении всегда любой труп человека сквернялся, был нечистый. И вот начинает, а вот как, никак. Если она давала обед, обед, и уже заканчивалось 4 года, и она прикоснулась к умершему мужу по новой, те же самые 4 года. Ни истории не знает, ни Библии. Вот и весь ответ. Так, есть кто еще? Что-то никого нет, наверное, у Ив Шрибстя. Молчат что-то. Молчат. Надо накормить голчат. Голодненькие, наверное. Ну, так вот, пищу раздаем с избытком. Я думал, Галина, наша сестра, уехала, а она еще здесь? Или из пути? Она приехала, наверное, третьего человека. Да, я приехала сегодня, Игнатик. А-а-а. Ну, слава тебе, Господи, слава. А я все равно за тебя переживаю, я за тебя, все равно ничего не могу сделать. Народ такой наглый, а ты такая. Боязно за тебя. Ну, если никого нет, я ухожу. А, Игнать Тихонович, вот вопрос задают, сейчас я зачитаю. Давай. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сон вечером укорачивать нельзя, только утром. Это Александр Заплитный спрашивает. Как это? Да и ложись в любое время, подправься всеми делами, ляжь раньше, и у тебя будет время встать ночью на молитву, и утром, не позже, 4.40. я встану рано, но нигде не говорится, я лягу поздно. Слово рано муссирует давить неоднократно, я встану рано, предваряю рассвет и взываю на слово твое, уповаю. Речь определяется с человеком, если он рано встает, жаворонок, а поздно встает, сова. А когда ложиться, нигде не говорится, ни наименования нет, ничего нет. Он должен ложиться раньше. Ну да, иначе тяжело будет утром встать. Конечно. Ну, надо узнать, сколько можешь-то. Я вот боролся со своей плотью и довел до сна сутки два с половиной часа. Нормальный сон. Если сон прерывистый, надо меньше. Но меньше двух с половиной я не смог. Стал спотыкаться и все остановился. Два с половиной часа. И эти остальные часы были перегружены. А вот Елизаров, который костник делает, он говорит, днем я преподаю в университете, а ночью работаю там, когда разные натяжки делать, на станке токарном работаю. Вот я точно так. Ночью я сижу, значит, слушаю, у меня записаны жития, златоуст и переплетом занимаюсь. Я переплетчик, реставратор. Ну, считаю, что в девять часов будете ложиться, вам хватит, а там дальше будет видно. А вот в больницах больные помирают, а там вот персонал уже вращается, ну, с трупом вращается. Там бывает, что и просят. Обрывает этого трупа, это нельзя, что ли? Вы имеете ввиду, что работает в больнице или лежит человек? Нет, ну, кто работает там, бывает, что... ну, там особо все равно ему надо отдыхать. Вот у нас нету так вот аварии, сколько заснул, заснул. Я в Германии был когда, я говорю, у вас как? Ну, тут, говорят, по-другому. Там на машинах установлен особый счетчик. Сколько он едет? Пять часов. Машина заглыхает. Предупреждение. И все, ты должен час-полтора отдохнуть. И машина отметит. Вот так. Я не об этом сказала. Я сказала, там помирают больные в больницах. Вот санитарки, сестры, они этот труп соприкасаются с трупом. Я вот о чем сказала. Ну, там на месте пускай посмотрят как. Все время надо держаться, я встану рано. Днем иногда я вот днем никогда не ложусь. Никогда. Меня жена не видела лежащим. Почему? Для этого ночь. А день для другого. Сидя вот так вот. Вот у меня стул я сделал, а я тут палки такие, материя обтянул и все. Это обыкновенная табуретка-то. И мне как только подходит, а рядом тут стул и веревочки. Я рукой берусь за нее вот так вот и все. 15 минут, 20 минут никуда не упадешь. А то у меня специально сделано. Нет, вот по болит, болит, так работать с трупами превращается. Бывает, что трупы выносят труп. И, значит, как, задевает же его, это что, сперняется, да, тогда? Так, Надежда, я фактически ответил на все это. На месте надо смотреть. На месте смотреть. Ночью она работает, ночную смену, ясно дело, что ей надо днем спать. Тут не надо говорить. Тут даже есть такое изречение, если до 60 лет человек спит днем, он укорачивает свою жизнь. А если после 60 лет не дают ему отдохнуть, там, хотя бы сейчас, тоже укорачивается, сердце не тянет. Но я по-прежнему не ложусь. А мне 84. Не ложусь, но вот так откидываюсь и сразу же задремал. Игнатий Тихонович, она говорит, что есть профессии, врачи, например, они постоянно соприкасаются с трупами. Но? Каждый день. Но? И они, что, получается, нечистые все время? Нечистые. Никто не убирал это. Они нечистые. И поэтому к святыне не прикасаться. А то женщина такая бывает нечистая, мужчина, каноны есть на это. Тем более, там трупы, как правило, безбожники. Верующие стараются не отдавать труп им. Да, они нечистые. Какое там, святой водой там, как, ну, я не знаю, что надо делать-то. В Библии прямо говорится, какой он должен быть, вымыть одежды свои и прочее. А сейчас работают перчатки резиновые, тогда этого не было. Так, никого нет? Отхожу. У меня еще вопрос. Давай. А пророки некоторые, например, Иезекииль, мы читаем, что ему Господь повелел написать свиток и съесть его. Вот зачем съедать-то его было? Так это ни один раз. Ни один раз. В откровении это написано Яну Богослову, подозвали, сказал. И что было? Сладко, а вот так горько. А что, свиток, из чего был? Какой? Надо там посмотреть, что в буквальном смысле или не буквальном. Прочитайте, где это? Предыдущие предложения и последующие. Прочитайте, кто-нибудь, я сейчас с телефоном не... Ну ладно, надо смотреть, что это означает. Буквально или не буквально? Съесть это значит поглотить и стать как бы живым свитком, чтобы из себя живое слово, чистое. Вот выступают священники, я гляжу, ну, такие популярные, не буду называть их даже. Библию как будто в руках не держали. Что угодно рассказывают. И поэтом знают, и жен знают, и все знают. Библию в руках не держат. Почему? Почему златоуз с каждой проповеди 20, 30, 40, 50 ли раз Библию открывать надо? Я учился у ног его. У меня в каждой книге до 3000 ссылок в Библии. Ну, нет никого, все. Игорь Тихонович, назначайте тогда это. Хорошо. Слушаю. Так. Стукалова, Наталья, здесь. Здесь, Игнатин Тихонович. Ну, вот теперь, сейчас, подождите. Тут у меня надо... стук, Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Что же там у меня нету? Хотел сделать, чтобы видно было. Ну что, тут они пропоют сейчас как-то достойно или что. И сразу помолитесь своими словами кратко. Прославьте в конце Святую Троицу и громко скажите Аминь. Кто с ней согласен, все говорите Аминь. Молитва делается вашей. Молитва делается вашей. Молитва делается вашей. Молитва делается вашей. Слава, честь и поклонение, отцу и святому духу ныне и всегда и в веки веков. Аминь.